Я помню только одно, что я оказывался на берегу речки. Она текла с правой стороны. Она была не широкая, метров 10-15. Там был маленький, маленький берег, но... Он до того блестел, что такие лучи выходили, я их нигде не видел. Они шли в разные стороны. Там было так тепло, так тепло. Я хотел на ту сторону перейти. А речка, вода была очень чистая, до того прозрачная, что в ней можно было все видеть. Когда я попытался на ту сторону перейти, я в что-то ударился. Я не понял, что я отошел и опять. Опять я ударился. Я не мог перейти на правую сторону. Какая-то стена была невидима. Я начал кричать, помогите, помогите. Никто не отвечал мне. А лучи, они были до того, я чувствовал, что мне туда надо идти. Но я не мог туда попасть. Когда я повернулся на левую сторону, я пришел в ужас. С той стороны, где стоял я, берег был, ни конца, ни края не было. И он был весь усыпан скелетами. Они лежали аккуратно все в ряд. Там были маленькие, старые женщины, мужчины. Я и всех мог различить. Это был страх во мне. Я не знаю, как его писать. И в одно мгновение я оказался на полу и был рядом с последним скелетом. Я не мог двигаться. Только голова у меня могла двигаться. А тело нам вообще не двигалось. Я не был ни привязан, ни чем, ничего. Но я не мог двигаться. Вдруг я услышал, как песок подо мной начал шевелиться. Я начал водить головой туда-сюда. И я увидел, сзади ко мне шел. Я не знаю, как его объяснить. Это были две ноги. Я видел вот так только. Но это были огромные ноги. Они переступили, через меня и остановились. И это существо начало хохотать. Это был страшный хохот. Я его не могу объяснить. Я опять повернулся на правую сторону. И начал кричать, помогите, помогите. Оттуда такой свет шел, такое тепло. Я знал, что мне туда надо, но я не мог туда. И вдруг он начал, издал какой-то звук. Подо мной опять песок начал шевелиться. Я увидел, с левой стороны издалека черные точки начали приближаться. Когда они приближались, это были большие пауки. Черные большие. Они окружили меня со всех сторон. Они рвали на меня одежду. Я не знаю, как это называется. С клещами этими. И они хохотали. Это был страшный хохот. И глаза. У них глаза сияли от радости. У них были такие радостные глаза. И этот большой, он издал какой-то звук. И в одно мгновение, мое тело было все разорвано, лежало раскрытое. Я видел все свои органы. И они начали рвать это мясо все. Легкие, печень. Но они отрывали это. И в то же время это мясо оставалось опять на месте. Они пили мою кровь. Они смеялись. И они смотрели куда-то вверх на его. И завалили такой хохот. И глаза, они были такие радостные у них. Они смеялись. Они танцевали. А я повернулся на правую сторону. Я не знаю, откуда. Я начал кричать. Боженька, помоги мне. Я долго кричал. Но никто не помогал. Ничего не отвечал. И вдруг. Это большой издал какой-то звук. И эти пауки замолчали. И я увидел в их глазах страх. Они чего-то боялись. Но я не знаю, чего они боялись. Когда я повернулся на правую сторону. И увидел, с этой речки выходит облако. А сверху облако было как туман. Она поднималась. А я забыл. Когда я упал на пол, я почувствовал, с меня что-то вышло. Она вышла, и она все время висела надо мной. Я не знаю, что это было. И когда это облако поднялось, оно было белое-белое. Она поднялась на уровне меня. И туман начал расходиться. И оттуда вышел огромный крест. Я не видел таких больших крестов. И вот держала сильная рука. Это была большая рука. И от этого креста выводил тот же свет, как на этом берегу было. Эти же лучи выходили. И было это же тепло. И эта рука начала поворачиваться ко мне. И мне становилось все теплее и теплее. Я закрыл глаза. Я почувствовал, как это тепло прошло. И остановилось где-то с левой стороны. Она постояла. Потом начал опять поворачиваться ко мне. Я открыл глаза. Я увидел, как эти лучи... Я был весь в лучах. А в середине было черное пятно. И я как будто смотрел куда-то во вселенную. Я начал кричать, Боженька, помоги мне. Я хотел туда идти. И раздался голос. Он шел со всех сторон. Это был сильный голос. Я не слышал таких голосов. И он мне сказал, пока твое место здесь. Крест развернулся и начал опять уходить. Когда он ушел, я почувствовал, как во мне опять это... Что висело сверху. Я не знаю, как назвать. Она зашла ко мне. Я встал. Я кинулся и опять уперся в эту стенку. Я не мог дальше идти. А крест уходил. Я все кричал, Боженька, возьми меня с собой. Я боялся этих пауков. Мне было страшно. Но крест уходил. И когда немного осталось, раздался опять этот голос. И он мне сказал, это твой последний шанс. И оно все исчезло. Я начал опять биться в эту стену. Я ее не видел. Я хотел на правую сторону перейти, но я не мог. И вдруг раздались песни. Там пели девчата. Я не знаю, их три или четверо были. Но это была такая песня. Я кричал, как сумасшедший. Я хотел туда. Но я не мог. Я не мог преодолеть эту стену. Потом песни прекратились. И они начали смеяться. Это был смех. Я не могу вам объяснить. Так могут смеяться только дети. Взрослые так не могут смеяться. Потом все-таки все прекратилось. Я не помню. Я открыл глаза. Я увидел свою жену. Она стояла напротив меня. Я лежал в койке. Потом пришли врачи. Они все в один голос говорили, как это может быть. Вы были мертвы. Как это вам удалось. Потом меня перевели. Я пролежал в институте сегодня. Потом меня в общий перевели. Там была женщина-врач. Она каждый день приходила ко мне. Я попросил жену, чтобы она принесла мне Библию. Мне сестра принесла Библию. Я ее читал. И в один день я не убрал. Она лежала на тумбочке. И она зашла. Она посмотрела на Библию. Ничего мне не сказала. И ушла. Через несколько дней она пришла. Она подошла к койке, встала на колени. Она мне говорит. Я не знаю, кто вы что-то в образ жизни вывели. А вы развивали. Мало ли это вот. Вы были. Зеваживали. Али Берлин. Как вы оттуда могли прийти? Я, говорит, не знаю. Знать не хочу. Но вы не можете представить, что вам пришлось перенести. Вы были мертвы. Мы уже от вас отказались. Потом я начал проситься домой. Она меня не отпускала. А в один день она мне сказала. Если ты встанешь, подойдешь в кроваду, тележка такая, ее катаешь. Откроешь дверь, пройдешь по калидору. Этот калидор был такой же, как и здесь. Придешь назад и сядешь на койку, я тебе выпишу. Я не знаю как. Я не мог ходить. Меня поднимали двое и ввели, если куда-то. У меня не было сил. У меня было 47 килограмм веса. Я не знаю, как это получилось. Но я встал. Подошел к этой тележке. Открыл дверь. Прошел калидор назад. Сел. Она посмотрела на меня. И на следующий день я был выписан из больницы. Я не знаю, как я это сделал, но когда я сел на койку, меня силы покинули. И на следующий день она мне выписала. Я пришел домой. Дорогие мои, благ наш Бог. Благ наш Бог. Виктор, сколько ты пролежал? Дней? Неделю без сознания и две с половиной недели в коме. То есть, врачи сказали, да, как Виктор уже сказал, что он был мертвый. Они отказались от него. И мы видим о том, что Бог просто по великой милости своей, как и он сказал, дал еще один шанс. И это милость Божья. По молитве сестры, по молитве церкви. Я знаю, что многие молились за него. Бог дает еще один шанс. То облако, то облако, которое пришло туда. Знаете, это была молитва святых. Молитва твоя церкви, и по этой молитве Бог дает еще шанс. Я не знаю, мой друг, дорогой, будет ли у тебя еще один шанс. Я не знаю. Но как важно, чтобы мы были с Богом. И я верю, что Виктор будет еще и еще рассказывать об этом. Потому что мое большое желание, дорогие мои, чтобы мы знали реальную сторону. То, что нас ждет после смерти. То, что ждет нас после смерти. Я пережил другую сторону. Я имел встречу с Богом. Виктор пережил другую сторону. И это реально. Рай и ад, они реальны. Я всегда говорю, когда я езжу везде, рассказываю о своем своедельстве, своих переживаниях. Я всегда говорю о том, что, знаете, дорогие мои, это от нас не зависит. Хотим мы этого, не хотим. Верим мы в это или не верим. Это от нас не зависит. Да, верить мы можем, можем и не верить. Но жить вечно, я и ты, мой дорогой друг, мы и будем. Вот только вопрос стоит, где? Либо там, либо там. И Бог дает нам жизнь на этой земле, чтобы мы приготовились к вечности. Без разницы, сколько мы ее проживем. 20, 30, 50, 90 лет. Но это время, чтобы нам приготовиться к вечности. Чтобы мы решили, где я ее буду проводить. И пусть Господь благословит нас в этом.